Приветствую, это канал Акадрифт. Поздняя осень, холодно, небольшой дождь со снегом, и приезжает тестовый экземпляр ветеран Линкс. Привет, я Лунтик. Да, Лунтик. В телеграмм-группах его прозвали именно так, и мне нравится. По заявленным основным характеристикам, это 19-дюймовое колесо с напряжением заряда 150 вольт, аккумулятор 2700 ватт-час, вес 40 кг, заявленная раскрутка 125 км в час. И здесь наконец-то появилась смарт-БМС. Похоже на Шерман-С, но аккумулятор меньше, а напряжение выше. 150 вольт, звучит впечатляюще. Многие сразу представили, с какой же скоростью должно ехать это колесо. Но всё по порядку. В комплекте действительно зарядное устройство на 151,4 вольта с током 5 ампер. Получается 750 ватт. Очень неплохо. Амортизаторы 66-ый, и в комплекте идёт ещё пара пружин. В Липпер Ким сказали, что это 62-ая жёсткость. Но интересно, что здесь два сегмента с разным шагом витков. Значит, пружина даст небольшой эффект прогрессии при сильном сжатии. Не знаю, насколько этот эффект будет выражен, проверить сложно. Внешний вид очень привлекательный. Корпус стал скруглённым, нет острых граней. Амортизаторы скрыты крышечками. Телескопическая ручка на манер Паттон вынесена назад, фиксируется в верхнем положении. Доставать её удобнее, хотя она по-прежнему не выстреливает при нажатии кнопки. Порты зарядки перенесены назад. Их две штуки, и заявлена поддержка тока до 15 ампер. Сначала проверяем вес. 41 кг. Это с нижними упорами, но без подушек. Сравниваем фару с Паттон. Она стала значительно ярче, пучок более рассеянный. По температуре фара стала теплее. Очень приятный свет. И никакой света теневой границы, естественно, нет. Проверяю диаметр покрышки. 153 см. Пересчёт получаем диаметр 19,2 дюйма. Это меньше, чем было раньше. Почему? Ну, потому что ветеран поставил вместо Кенда покрышку CST. При этом упорно везде пишет про 20 дюймов. Раскрутка. Сначала проверил, как было с завода. 108 км в час в обычном режиме и 125 км в час в режиме хайспид. Это на полном заряде. Затем обновили прошивку, и в режиме хайспид скорость выросла до 135 км в час. В обычном режиме скорость раскрутки сохранилась. О чём это говорит? Ну, просто для сравнения. Sherman S раскрутка в обычном режиме 105 км в час, а в режиме HS 125 км в час. То есть по скоростным характеристикам лунтик получается совсем немного быстрее. Это 3 км в час. Максималка в обычном режиме сохраняется на уровне 75-80 км в час. Как так получилось? Очевидно, что ветеран поставил на лунтик тяговый двигатель. Это должно положительно сказаться на динамике колеса. Так как Sherman S в сравнении с батоном ощущается очень задумчивым. Лунтик же должен ехать значительно веселее. 135 км в режиме HS это по сути виртуальная скорость. Потому что в так называемом режиме ослабления поля двигатель можно раскрутить намного быстрее. Но эти цифры ничего не дают. Потому что в этом режиме по мере увеличения оборотов существенно падает момент тяги. Теряется эффективность в плане энергозатрат. Идёт нагрев двигателя, заметно повышается расход батареи. У лунтиков батареи 4 параллели. И многие захотели увидеть более токовые элементы Samsung 50S вместо 50E. Производитель провёл испытания и тесты и заключил, что выигрыш от применения 50S в плане тяги не будет. И я согласен с этими выводами. Потому что более тяговый двигатель при создаваемой той же силе тяги будет более эффективно расходовать энергию. Так как двигателю будет требоваться меньше ток. Это мы наблюдали, когда приехал первый МСуперПро на двигателе C38. Также это хорошо было видно на батоне, у которого 4П аккумулятор. Но подрыв и тяга у него заметно лучше, чем на Sherman S на 6 параллелях. Но с другой стороны элементы 50S лучше по эксплуатационным качествам. У них ниже внутреннее сопротивление, значит они будут меньше нагреваться. У них будет ниже просадка под нагрузкой. Но самое интересное, что на них не будет так сильно расти напряжение при торможении. Что, как мы уже знаем по опыту Sherman S и Patton, может стать довольно существенной проблемой. Также такие ячейки намного лучше переживают холодную погоду. Другими словами, колесо не будет ехать лучше или динамичнее. Но все же 50S будет предпочтительнее, особенно в холодную погоду. Наконец до нас добрался ветеран Lungs. Данное колесо мне очень понравилось. Но оно прям вообще, то есть по качеству, как он сообран. Но мне не дают на нем покататься. Мое же практически колесо. Потому что он должен в техноблоге быть чистым. Хочу запечатлеть момент, то что оно еще работает. Не дай бог, после техноблога мое колесо не включится. Колесо просто прекрасно. Всем ребятам, кто предзаказал, просто респектую. Потому что вы не прогадали. Колесо прям очень классно на самом деле. Я сейчас реально поеду, мне холодно. На лунчике CST-шка стояла, так называемая шарманка. Она очень отвратительная. Будем менять на зимнюю покрышку SN12. Открыли заглушку и откручиваем верхнюю крышку. И снимем ручку, чтобы было удобней. Так, пробуем поднять крышечку. Вон, пошла. А сколько винтов ее держит? Восемь винтов. По два под крышечками и четыре по периметру. Ничего интересного. Конструкция повторяет батон. Сразу в глаза бросается новый предохранитель. По крайней мере, внешне выглядит немножко по-другому. Открываем. Такие предохранители уже были на старых шарманах. Номинал 40 ампер. Не знаю, здесь видно, не видно. Закрываем обратно. Вот здесь мы землю отключили. Коннектор как на паттене. Отключаем провода. Потом будем открывать крышку. Обесточиваем. Пробуем ее открыть. И пошла даже полегче, чем на паттене. Единственное, что сама форма крышки, она не такая, как на паттене. Сейчас покажу по другим углам. То есть она у нас здесь идет не по дну, а там получается у нас какой-то корыца небольшой. И идет она и на прокладке, и на герметике. И отключаем дисплейчик. Подложка вот эта пластиковая светлая, она такая же, как на шарман С. Ну и на батоне, наверное, что-то похожее было. Верхняя панель очень похожа на паттен. Такие же кнопки, такой же дисплей. Все то же самое. Мы тут уже немножко подсмотрели. Батарейки здесь разбираются так же, как на шарман С. То есть они не вытаскиваются вверх, как на паттене. Здесь нет таких коробов. То есть здесь принцип такой же, как на шарман С. Батарейки закрыты пластиком. Пластика выходит в арку. Мне очень нравятся вот эти вот провода фаз. Цветные вот эти коннекторы. Силикончик. Выглядит красиво. Плата тоже почему-то зеленого цвета, а не красного. Любят они развлекаться цветами. Возвращаемся к истокам. Зеленая плата. Черные были, красные были, синие даже были. И вот теперь зеленая. Компоновка, для тех, кто не в курсе, напоминаю, такая же, как на ветеран Паттен, на шарман С. То есть у нас центральная плата. Сверху это плата управления. Под ней силовая плата. Это вторым слоем. И слева у нас здесь маленькая платка. Это DC-конвертер. Еще из интересного у нас порты зарядки находятся в такой нише утопленной. Сам контроллер, он у нас ограничен бортиком. То есть у нас здесь бортик, он идет сверху бортика. А с этой стороны его нет. И идет углубление к портам зарядки. Только я хотел похвалить ветеран за то, что они хорошо загерметили порты зарядки. Тут прям навалили от души вроде бы герметика. Но наш начальник сервисного центра сказал, что это все ерунда. Герметик сверху лежит, но недостаточно хорошо все это загермечено. Вода через порт легко протечет. Причем хочу обратить внимание, что эта крышечка защитная. Она не так плотно встает, как на других колесах. Она легко может выскочить просто от вибрации, от тряски. Здесь, опять же, наш замечательный начальник сервисного отдела говорит, что крышечка не такая плохая, как я говорю. Здесь у нее сделаны вот эти буртики, которые туда углубляются в порт. Если даже она немножко выдвигается, вода туда все равно не попадет. То есть пока у вас крышечка хоть как-то там держится, она будет препятствовать попаданию влаги. Но я считаю, что все-таки она как-то не очень плотно туда входит. Потому что на паттоне, она прям очень... Ну, по крайней мере, на тестовом паттоне, она туда плотненько входит. И я не боялся ездить в любой дождь. То есть нужно только следить, чтобы она была плотно вставлена. Порты зарядки, они сзади. Это хорошо. Но загремечены они так себе. Обратите на это внимание. И сделайте лучше заново. А еще лучше просто закажите предпродажку с гидроизоляцией. Там вам все сделают по красоте, чтобы ничего не протекло. А в целом все сделано неплохо. Но немножко сложно. То есть сравнение с паттоном, получается, у нас верхняя вот эта вот платформа, она выполнена сложнее. То есть у нее много всяких граней. Она летая. Выполнена она, конечно, из магния, но она летая. Короче, конструктив у нас здесь такой, что удобно делать гидроизоляцию. Просто сверху все заливаем. И все. К сожалению, отсюда не видно, как сделана гидроизоляция батареек. Но никак на паттон здесь. Здесь что-то все по-другому. Опа. Контроллер снялся. Опытный сервис рассказывает, что, оказывается, из-за нагрева, а может еще из-за чего-то у предыдущих контроллеров такого же типа была проблема вспучивания, как бы это страшно не звучало. То есть контроллер вставал дугой, и теперь, чтобы избежать проблем, здесь по центру добавлен винтик, который у меня в фокус не хочет браться. Вот этот винтик прикручен, чтобы контроллер просто не вставал дугой. И всегда плотненько прилегал к основанию своему металлическому. И хорошо охлаждался. Короче, здесь 36 штук полевых транзисторов. И маркировка у них это HYG100N20. Вот этими пластинками на силовой плате усилены шины питания. В общем, контроллер выглядит монументально. Внешне никаких вопросов по нему нет. Тут интересный момент. Это у амортизаторов появились вот эти два белых винтика. Вот в этой красной части, да, вот эти вот два белых винтика. Задал вопрос производителю, что это такое. Они сказали, что это для стравливания воздуха. При работе где-то скапливается воздух, и он начинает выдавливать масло. И поэтому амортизатор может протекать. Не знаю, как это работает. Будем разбираться. Если у меня будет какая-то информация, я дополню. А вот здесь мы снова возвращаемся к Паттон. Чтобы снять батарейку, нужно сначала снять все бамперы. Паттон – это было бы более подходящее название для этого колеса. Но оно называется лунтик. Сразу подножку откручиваем. Снимаем. Открывается нам вид на более сложные формы лунтика. Не знаю, это, конечно, выглядит симпатично, но мне кажется, что кирпич-батон более практичный и универсальный. Так, пробуем снять батарейку. Пошла. Это вот у нас аккумулятор. Со стороны арки колеса батарейка, как у Шерман-С. Ну, по крайней мере, похоже. Хомут, ну, такой же, как у ветеран Паттон. Двигатель внешне очень похож на Шерман-С. Нашел для сравнения стоечку от Шерман-С. По размеру она точно такая же. Но только клапанов нет. Снимаем амортизатор. Силиконовая. Прокладочка амортизатора у нас тут выпала отдельно. Сокрутился какой-то другой. И сразу откручиваем. Эта деталька другая. Она отличается. Не такая, как на батоне. Не такая, как на Шерман-С. Если у вас есть большая шлицевая отвертка, то вы можете ей крутить эту ось. Очень интересно они здесь сделали. Что-то новенькое. А еще у этой пластиковой рамки под кабель нет нижней перемычки, которая мешала. А вообще вот этот паз, это для чего? Они боялись, что провернет двигатель. Защита от проворота. Что-то нечто невероятное. Короче, ветеран растет прямо на глазах. Они устраняют даже те проблемы, у которых у нас никогда не было. Переворачиваем колесо на другой бачок и сразу разбираем. Основание контроллера у нас сразу отвалилось. Вот так вот это выглядит. Сняли. 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 так же как и на паттоне здесь у нас кабеля отделен от сальника и нет такой проблемы как на шарман из все хорошо крышка очень плотно сидит и не удается ее снять пока что крышка снималась тяжело подшипник остался на валу еще интересный момент открыли двигатель оттуда такой резкий запах это что-то с чем-то защита от проворота такая же кустарная пока была 37 7 миллиметров магнита 37 2 ну короче 37 миллиметров магнит такие же как на шарман с хотели посчитать сколько там жил но очень сложно тут все залачено наглухо двигатель очень хорошо пролочен жилки не двигаются жил вроде бы 16 но точно я в этом не уверен потому что очень тяжело здесь посчитать 45 7 ширина посадочная сняли крышечка есть дополнительно она мешала снять внутри как все красиво крышка на прокладочке резиновый уплотнитель да здесь немножко по-другому никак у паттона здесь уплотнитель стоит непосредственно батарейки аккумулятор проложен неопреном а вот снизу под ним неопреновая прокладочка так что он здесь у нас полной безопасности крышка явно у нас доработана по сравнению с шарман с теперь у нее есть буртики пазы под прокладочку все серьезно все хорошо кроме того что все равно это пластик который выходит в арку с другой стороны не вижу ничего в этом страшном на лунчике я пока не ездил хотя сейчас когда выходит это видео некоторые ребята уже смогли его опробовать и в группах накидали свои впечатления позже мы проанализировали отснятый материал и сравнили старые изображения шерман с очевидно что сами косички на линкс тоньше а значит и витков стало больше это подтверждает то что двигатель намотан именно на тягу в целом колесо получилось классным интересным но мне совершенно не нравится вся эта история с режимом high speed в теории да это неплохо если вдруг по какой-то причине не хватает максималки довольно интересным выглядит вариант ее экстренного увеличения это было бы полезно делать непосредственно ходу ну не знаю какая-то исключительная ситуация где очень надо ненадолго прохватить со скоростью под 90 километров в час включил проехал отключил именно так делают на некоторых электровелосипедах здесь же надо куда-то лезть меню чтобы выключить или включить режим над заранее знает что будет необходим этот режим и часть райдеров уже воспринимают и час режим как нормальный типа это такие характеристики колеса ездят так постоянно здесь та же проблема когда пользователи видят раскрутку 135 километров в час они не понимают что это нестандартный режим работы это мало того что режим с низкой эффективностью еще и сопряженную западными рисками так как по мере роста оборот существенно падает тяга колесо можно продавить любителей скорости самое логично это было бы установка двигателя от шерман с его холостой ход был бы выше 150 километров в час и можно забыть о режиме high speed будет интересно пробовать такой вариант но штатный двигатель шерман с не подходит из дополнительных пазов на валу но может быть ребята в сервисе что-нибудь придумают если же забыть про скорость то линкс это очень интересное колесо у которого не должно быть недостатка тяги она классно выглядит в нем много интересных доработок и улучшений короче это очередной лидер рынка которую можно смело рекомендовать удачи на дорогах